Раннее утро. Автотранспорт крупнейшего в городе пассажироперевозчика выходит на маршруты. Но перед этим каждое транспортное средство осматривают сотрудники Слободского отделения ГИБДД. У нас проводятся плановые продуктивные мероприятия по линии безопасности дорожного движения с проверкой технического состояния транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозки пассажиров. Проверяются в соответствии технического состояния требованиям норм и стандартов по безопасности дорожного движения. Именно по автобусам, работоспособность всех систем автобуса, систем головного освещения тормозов, наличие соответствующего типа резины на колесах, наличие аптечек, огнетушителей, прочее техническое состояние автобуса. Контрольный выпуск при выходе на линию касается всех транспортных средств, которые в это время попадут в поле зрения ГИБДД. Это и автобусы, и маршрутки, которые работают как на городских маршрутах, так и на территории района и с выездом за пределы Слободского. Часто попадаете под проверки? Регулярно. А в целом, как можете оценить оснащение автобуса, техническое состояние? Нормально. Претензий у ГИБДД не бывает? Нет. А со стороны пассажиров? Тоже нет. Евгений работает водителем автобуса порядка четырех лет. В этот день у него два рейса на Киров. На наши вопросы относительно технического состояния транспорта отвечает – работать можно. Поломки случаются, но своевременно устраняются. Работы хватает. Автопарк предприятия больше 80 транспортных средств. Ежедневно в рейс выходит 50-60 автобусов, которые обслуживают население города и района. Поэтому работы хватает. Техническое состояние автобусов на уровне осуществляется. Ежедневно постоянный контроль. Техническое состояние у нас – это и техническое обслуживание первое, второе. И текущий ремонт – все осуществляется согласно предъявляемым требованиям. Контрольные выпуски с участием сотрудников ГИБДД на предприятии проводятся регулярно. Ислабоцкие пассажирские перевозки, как правило, к ним готовы. За нами следят, говорит специалист по безопасности дорожного движения муниципального перевозчика. Следят не только сотрудники ГАИ, но и пассажиры. Пассажиры, которые стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, есть такие, есть водители, либо они обнаружили какое-то несоответствие технического состояния автобусов, конечно же, они вправе и звонят, как в диспетчерскую. То есть все эти сообщения записываются, доводятся до соответствующих служб и должностных лиц, и оперативно на это реагируются. Помимо контроля перед выходом на маршрут, в этот день автобусы еще не единожды могли остановить в рамках сплошной проверки. Она также проводится в рамках операции «Автобус». Продолжение следует...